Жители Фокина жалуются на отсутствие тепла и горячей воды в своих квартирах. Недопоставку коммунальной услуги теплоснабжающая компания объясняет авариями на тепловых сетях и котельной. Подробнее о ситуации смотрите далее. В администрацию городского округа зато Фокина поступают многочисленные жалобы от населения на перебои с теплоснабжением и горячей водой. Количество претензий резко возросло после новогодних праздников. Большая часть обращений регистрируется от жителей шестой зоны, проживающих на улицах Ленина, Белошева, Постникова. У меня в квартире очень холодно. Почти весь декабрь, там какие-то дни по пальцам можно пересчитать. Я вот сейчас болею, но я не могу ни погреться, ни об ванной комнате, вообще можно не заходить. В разных комнатах температура разная, но одна комната явно 16 градусов выше не поднимается. По поводу отопления нашего я хочу сказать только одно, что вот у нас все эти проблемы начались только в этом году. В прошлые и предыдущие годы спали с приоткрытыми форточками, была жара. Во всяком случае, даже если когда холодно было, мы каждое утро открывали дверь, окно, на балкон дверь, делали сквознячок, проветривание. Сейчас лишний раз на балкон выйти страшно. Администрация города обеспокоена сложившейся ситуацией по неудовлетворительному обеспечению населения коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения. 15 января состоялось заседание штаба городского округа по прохождению отопительного сезона, на которое был приглашен представитель теплоснабжающей компании ИКС Фокина. Разговор получился непростой. Руководство тепловой компании объясняет проблемы с отоплением многочисленными авариями на сетях теплоснабжением. В настоящее время принимаются меры по ликвидации порывов. Вместе с тем жители ИКС Фокина волнует вопрос оплаты. Будет ли производиться перерасчет за недопоставку коммунальной услуги по отоплению и горячей воде? Куда обращаться и какие для этого необходимы документы? Счет пришел по максимуму. Я позвонила в эту компанию, в расчетный отдел. Говорю, девочки, а как вы посчитали по среднему? Вот у нас в декабре показания вам не передали. Они мне объяснили за какие-то 16 дней. За какие там 16 дней они взяли среднюю. То есть они взяли по максимуму. И весь декабрь посчитали нам по максимуму. У меня 30 квадратных метров. Мне 2000 чем-то насчитали только за отопление. А я включаю печку. Дуйку, как у меня все ее называют. То есть плачу помимо. Должна им заплатить за отопление и должна платить за электроэнергию. Извините, я пенсионер. По информации ИКС Фокина, в домах без приборов учета перерасчет по отоплению и горячей воде будет произведен централизованным. В остальных МКД изменения в квитанции внесут в зависимости от показаний счетчиков. На расширенном заседании штаба был рассмотрен также вопрос по капитальному ремонту внутри домов систем водоснабжения. Из-за нерадивых подрядчиков 17 многоквартирных домов Фокина в течение длительного времени остаются без горячей воды. В первую очередь был рассмотрен вопрос по Белошеву 3,5, где уже в течение двух лет не получают люди горячего водоснабжения. И до сих пор этот вопрос никак не завершается по той простой причине, что подрядчик, который заключал договор с фондом капитального ремонта, он просто-напросто на данный момент пропал. Работа ведется в данном направлении. По данной проблеме администрации Затуфокина направлены обращения в адрес фонда капитального ремонта, а также министерства ЖКХ Приморского края. Вопрос находится на административном контроле.